Дома щёлковцев в частном секторе отключат от газа, если их собственники не заключат договор на техобслуживание газового оборудования. Таким способом власти пытаются в буквальном смысле достучаться до граждан, которые подвергают риску свою жизнь, не заботятся об имуществе своём и соседей. И примеров тому предостаточно. На штабе по газификации, состоявшемся в администрации, подвели итоги планового обхода частных домовладений сотрудниками Мособлгаза. Промежуточные итоги настораживают. Каждый второй собственник не впустил специалиста в дом. У нас недопусковый отказ от 54,7%. Это достаточно высокий процент. Целью этой инвентаризации является обход домовладений частного сектора для обследования безопасного использования газового быту. И заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. В случае, если такой договор не заключён уже собственником ранее. Сотрудники газовой службы намерены проверить оборудование во всех домовладениях округа. Отказ в допуске представителей поставщика газа для проведения проверки, а также отсутствие у собственников договора о техобслуживании является основанием для приостановки подачи ресурса. Эти условия чётко прописаны в 549-м постановлении правительства. Но, по-видимому, этот документ владельцы газифицированной недвижимости не читали. Все случаи отказа от заключения договора ТО администрация фиксирует. Щёлково, Загорянский, 1002 отказа от заключения. Медвежье озёра, Монина, Фрянова. За неделю обращение в МОЗ «Облгаз» об отключении тех домов, где отсутствуют договора. И где люди отказываются от заключения договоров. Заключить договор на техобслуживание собственник, кстати, может с любой организацией, которая имеет на это лицензию. В городском округе их не менее десяти. На штабе также обсудили ход выполнения в округе программы социальной газификации. В первом квартале 2022-го голубое топливо должно прийти в деревне Козина, Солнцево, дома по улицам Кожинской и Самотечной в Щёлкове, посёлки Новый городок и Гребневский питомник. В отдельных случаях для транзита голубого топлива до негазифицированного участка администрации МОЗ «Облгазу» требуется согласие собственников частных газопроводов. В удалённых населённых пунктах работают мобильные офисы. За один визит можно оформить заявку на газификацию дома. График работы офиса расписан на месяц вперёд.